Всем привет! Сегодня 9 мая и мы, конечно, решили не сидеть дома, а сходить на программу, которую подготовили для нижегородцев и решили прийти сегодня в парк на Грибном канале. Давайте спустимся, узнаем, что там интересного. Я думаю, что там есть что-то интересное. Пойдемте! Куда вы стоите? Что-то за очередь. За кашей. Кто-то стоит за кашей. Давайте тоже за кашей постоим. Я не знаю, куда мы идем, но точно не за кашей. Ой! Ай, это же землянка, да? Это землянка. Окок. Блин. Тут, знаете, в черном длинном пальто точно находиться, ну, не очень. Ребята, кто такие красивые? Еще раз. Здравствуйте. Ну, мы как бы энтузиасты вообще. Военно-исторический клуб «Партизан». Но сейчас мы не выступаем, а именно выступаем, короче, как зрители только. Вот. Реконструкция сейчас проходит. Мы там не участвуем, к сожалению. Расскажите еще раз о своих нарядах. У нас не записалось первое интервью. На мне костюм лейтенанта войскам КВД госбезопасность образца 38-го года. То есть использовался до конца 42-го на товарища. Форму, значит, пехотинца РККА образца 43-го года. Ну, использовался по 45-й и в послевоенные годы также. Ну, как будто на месте настоящих боевых действий. Это ужас совсем! Гитлер капут! Гитлер капут! Еще раз! Гитлер капут! Гитлер капут! Здравствуйте! Расскажите, что вы чувствуете, когда играете за немцев? Гласков Анд tillsил unquote ответит в Логин в «Сanner Senhor Париж» Праздничный салют! Скажите, что вы чувствуете, когда играете за немцев? У вас командир все ответит. У нас командир сам отвечает на все эти. Жаль. Командир почему-то разговаривает не по-русски. Сомневаюсь, что он что-то ответит нам. Скажите, как оно фашиста бить? Сложно. Фашист был умный, умелый, опытный воин. А вот вы девушка, вот вам не страшно находиться среди вот этих всех действий, когда все стреляет, взрывается. Очень страшно, но мы хотим, чтобы развивалось, патриотическое развитие было в России, понимаете? То есть мы готовы на все, чтобы показать детям, как наши деды и прадеды воевали. Как вы себя чувствуете, когда играете за немцев? Вообще очень некомфортно, но кому-то надо выполнять роль противника. А вы не меняетесь там кто-то за советский, кто-то... Конечно, меняемся. Я сегодня участвовал в шествии бессмертного полка, шел рядом со знаменосцем в форме рядового Красной Армии. Тебе понравилась реконструкция? Да. Ты хотел бы сам в таком участвовать? Да. А за кого ты болел? За командира, которым я прошел всю покровку до катера. Это какой-то твой знакомый? Да. Ну, то есть за советские войска? Да. Извините, пожалуйста, а что у вас с головой? Если честно, то при отступлении мне в голову попала немецкая пуля. Поэтому пришлось эвакуироваться на перевязочный пункт. Ранение, слава богу, было легкое, поэтому я смог вернуться в строй и продолжить бой. Это гильзы от патронов. А зачем они вам нужны? Просто коллекционировать, может быть. Ну как зачем? Можно еще патроны сделать и самому какой-нибудь армиистрельное оружие сделать, что я, собственно, и собираюсь сделать, но эти гильзы... Это же запрещено. И что? Тебя же посадят. Меня никуда не посадят. Вот так вот. Я первый раз была на реконструкции. Я вам скажу, что я под большим впечатлением. Мне было очень страшно, потому что все вокруг взрывалось, все стреляли друг в друга, было много дыма. Немцы сначала наши гнали, потом мы дожали немцев, фашистов этих проклятых. Вы знаете, что наш блог вообще о моде. И сегодня, конечно, очень холодно, очень осенняя погода, но что радует, люди все приоделись хотя бы пилоточки красивенькие на теле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!